Акция «Я выбираю спорт» прошла в Центре физической культуры и спорта курортного района на набережной реки Сестры. Это были бесплатные мастер-классы по разным видам спорта и спортивным активностям. Любой желающий мог попробовать себя в фигурном катании, хоккей с шайбой, шорт-треке, гимнастике и других дисциплинах. Идея сделать подобный «День открытых дверей» пойдет только на пользу в плане популяризации спорта в районе. Идея «Дня открытых дверей» родилась еще очень совсем давно, с 2006 года. Это была инициатива Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Проводилась она в рамках акции «Я выбираю спорт». Это получило большую очень огласку по Санкт-Петербургу. И ежегодно эта акция проходила и проводится на территории всех районов. В рамках этой акции наше учреждение сегодня приняло решение такое провести «День открытых дверей», где мы покажем, представим нашим жителям, какие у нас есть секции, какие виды спорта мы развиваем. Они могут познакомиться с нашими инструкторами по месту жительства, попробовать себя, постоять на коньках, потанцевать. Вот поэтому такое решение мы приняли и оно, я думаю, что работает. В Центре физической культуры и спорта курортного района огромное количество видов спорта, которыми можно заниматься как для поддержания спортивной формы, так и для души. Почти все активности бесплатные и, как говорится, грех этим не воспользоваться. Начнем с самого большого отделения, с самой большой секции, количество занимающих которых более 200 человек, это отделение хоккея. Потом у нас есть секция фигурного катания. Секция шортрека набрала очень большие обороты по количеству набора детей и пользуется большой популярностью. Большим популярностью этот вид спорта. Есть спортивный рок-н-ролл, есть для старшего населения, для, так скажем, скандинавской ходьбы. Есть сейчас, вот начали мы с 1 октября, запускаем секцию баскетбола, потому что у нас баскетбол, ну, очень, так скажем, просажен этот вид спорта. Есть секция волейбола, есть секция пляжного волейбола, поэтому очень большой спектр. Есть группа общей физической подготовки. Пожалуйста, можем ходить бесплатно в тренажерный зал. У нас есть инструкторы, которые ведут эти виды спорта. Есть там пилатесы всевозможные, есть и художественный гимнастик, кстати, я его пустил, есть такой вид спорта, есть такая называемая секция кроссфита. Поэтому мы нагружаем наш тренажерный зал по полной программе, и там есть чем заняться. Кроме всего прочего, Центр физической культуры, спорта и здоровья проводит комплекс ГТО, куда входит масса всяких упражнений, тоже пользуются популярностью, потому что есть преференция при получении, или точнее при норм сдачи на золотой или серебряный значок. Детки получают дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. У нас 23 сентября будет большой фестиваль, куда мы всех приглашаем принять нормы ГТО. Причем можем и у взрослых, и у школьников учащихся.